Особое внимание потенциальным угрозам безопасности в интернете. Александр Цибульский провел очередное заседание антитеррористической комиссии. 15 вместо 8 депутаты Горсовета утвердили новую схему избирательных округов. На что направлена данная норма? Метель прошла, сугробы остались. Представители профильного департамента сегодня отправились в рейд, чтобы оценить работу коммунальщиков. Какую оценку поставили инспекторы? Не в кругу семьи, а на службе в условиях полной боевой готовности. В Нинецком округе сегодня отмечают Всемирный день гражданской обороны. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! На заседании администрации НАУ утвердили порядок отбора банков для участия в реализации мероприятия, предоставления финансовой поддержки бюджета муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, на приобретение или строительство жилья. В этом году в рамках поручения главы региона по поиску новых способов решения жилищных вопросов наш регион приступает к реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на условиях софинансирования из федерального бюджета. Об этом на заседании администрации НАУ сообщил руководитель департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Нинецкого округа Сергей Свиридов. В рамках федеральной программы была разработана под программой опять социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании, государственная программа Нинецкого автономного округа, обеспеченная доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан, проживающих на территории Нинецкого автономного округа. Было дополнено мероприятием предоставления финансовой поддержки бюджета муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение строительства жилья. По словам Сергея Свиридова, в отборе будут участвовать банки соответствующие критериям. Они прописаны в документе. Одно из условий – наличие внутреннего структурного подразделения банка на территории региона. Условия получения кредитов предусмотрены федеральной программой, к помощи, вернее, из бюджетов федерального и окружного. Это субсидия на семьи без детей молодые, это 30% от расчетной стоимости, и семьи с детьми 35% также от расчетной стоимости. Предлагаю принять, чтобы уже начать в этом году реализовать. Спасибо. Александр Цибульский провел очередное заседание антитеррористической комиссии. Особое внимание на заседание уделили вопросам подготовки кадров и потенциальным угрозам безопасности в интернете. В работе комиссии приняли участие представители органов исполнительной и государственной власти округа, местного самоуправления, а также руководители организаций. При оценке организации работ по проведению мониторинга процессов, оказывающих влияние на террористическую ситуацию, участники заседания отметили, что потенциальные угрозы, связанные с идеологией терроризма, распространяются главным образом через интернет и социальные сети, при этом наиболее подверженная таким внушениям группа населения – молодежь. По словам главы региона, профилактика терроризма в социальных сетях – крайне важный вопрос, который приобретает все большую актуальность. Отметив, что органам исполнительной власти совместно с правоохранителями нужно вести мониторинг и вырабатывать меры превентивного характера, вместе реагировать, выявлять и предупреждать такие случаи. В собрании депутатов Неницкого округа состоялось заседание постоянной комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой. Парламентарии обсудили новый проект закона о методике распределения средств из бюджета округа муниципальным образованием на составление или изменение списков кандидатов в присяжные заседатели. Речь идет о финансировании публикации списков присяжных в печатных изданиях. В ходе обсуждения законопроекта депутаты задали вопрос, почему финансирование предусмотрено только для городского округа. Как пояснил руководитель профильного департамента, те средства, которые направляются за Болярным району, ежегодно возвращаются в окружной бюджет, так как расходы по опубликованию списков кандидатов осуществляются в районной газете без дополнительных затрат. Ставится вопрос по пояснению, почему не предусмотрены средства, в отношении района. Это обусловно тем, что практика по прошлому году показала, что они эти средства возвращают, в связи с тем, что составление списков, как такое происходит, поселениями, расходы по опубликованию списков кандидатов осуществляются в своей газете без дополнительных затрат. Они просто по практике деньги возвращают, они не востребованы. В связи с этим у нас средства в большей степени заложены на город Наринмаг. Разработка методики обусловлена Бюджетным кодексом России. Финансирование мероприятий осуществляется за счет федеральных средств. Департаменту внутренней политики региона рекомендовано доработать законопроект с учетом предложений экспертно-правового управления. Депутаты городского совета на очередной сессии внесли изменения в устав муниципалитета, касающиеся выборов депутатов, компенсации проезда к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, а также привели в соответствие с федеральным законодательством положение, которое регулирует обращение с твердыми бытовыми отходами. Решение привести положение об обращении с твердыми бытовыми отходами на территориях индивидуальных домов Наринмара последовало после обращения прокуратуры. В этом обращении говорится о том, что некоторые нормы данного положения противоречат федеральному законодательству и содержат коррупционные факторы. Дело в том, что пока у нас региональный оператор не вступил в действие, мы вынуждены будем работать пока по тем нормам, которые сегодня имеются в городе. Поэтому мы сейчас создали рабочую группу совместную с администрацией, депутатами, контрольно-счетной палатой. Будем совершенствовать пока это решение. Также на сессии депутаты поддержали еще один проект по внесению изменений в устав муниципального образования. Поправки касаются изменения системы выборов депутатов. Вместо семи многомандатных и одного одномандатного округа депутаты предлагают образовать 15 одномандатных избирательных округов. Сейчас мы уже в уставе установили 15 одномандатных округов. Эта норма направлена на то, чтобы повысить ответственность депутатов нового созыва, которые к нам будут избираться в сентябре 2019 года. Чтобы они не прятались за спинами друг у друга, чтобы ответственно каждый депутат один работал по определенной территории. Повысить прозрачность их работы. Кроме того, депутаты городского совета внесли изменения в положении о гарантиях и компенсациях для служащих и работников муниципальных учреждений. То есть исключили из правил компенсации расходов к месту отдыха и обратно оплату проезда за границу. Что сегодня требует трудовое законодательство. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Работы выполняются, но есть к чему стремиться. К такому выводу пришли представители окружного профильного департамента, которые сегодня проинспектировали качество уборки дворовых территорий, многоквартирных жилых домов и автомобильных дорог от снега. В рабочей поездке также приняли участие мэр города и его заместитель, представители муниципального контроля и инспекции Гострой жилнадзор, а также депутаты окружного собрания. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Череда метелей и обильный снегопад сделали свое дело. Город покрылся белоснежным одеялом. Коммунальщикам от такого урожая работы только прибавилось. Насколько качественно и оперативно они справляются с взятыми на себя обязательствами, сегодня предстоит выяснить рабочей группе под руководством руководителя окружного профильного департамента Александра Лидера. Жалоб жителей на сегодняшний день достаточно много. Но это связано не только с тем, что не убирается управляющая компания, но и дело в том, что прошли сильные снегопады, и скорость уборки, к сожалению, не отвечает нашим с жителями пожеланий. Первым в маршруте нашего рейда двор многоквартирного дома номер один по улице Швецова. На детской площадке работы буквально кипят. Представитель управляющей компании заверил, что работы здесь выполняются регулярно в соответствии с графиком. На мой взгляд, снег-то лежит уже достаточно давно. Ну, явно зимы не убиралось, за исключением только... Убиралось, убиралось. Есть график, все делалось. Сколько раз убиралось? Сейчас точно не готов сказать, но если необходимо, я представлю вам доклад. И на мой взгляд, мне кажется, что все-таки это элемент такой показательный, специальный для нас. Мне осталось впечатление, что здесь не так все эффективно. Между домами под номерами 1 и 3 по улице Швецова обнаруживаем гору снега. Высотой в пару метров. Как давно она здесь растет и почему не вывозится, пытаемся разобраться на месте. Директор МБУ Чистый город официально заявил, к данному сугробу предприятие не имеет никакого отношения. Это, кстати, есть у нас такая общая проблема. У нас и где 27-е дома. То есть там, причем в реальной ситуации, звонили сами предприниматели, когда на место складирования, допустим, уборки, то, что делает наша МБУ, туда же добавляются, скажем так, сметы с территории, которые убирают управляющие компании. Наша задача с вами здесь навести, не здесь, а вообще в городе навести порядок. Недостаточно того, что жители на колец-то начали понимать, что у нас здесь есть власть, и мы начали убираться. Нужно сделать так, чтобы люди просто это знали всегда в априори, что выпал снег, всегда придут дворники, всегда приедет техника, и все будет убрано. Вот это вот, в принципе, можете, когда я закончу. Значит, вот это вот, в принципе, недопустимо у дворовых территорий. Я согласен, может быть, у управляющей компании этого нет. Давайте тогда этот вопрос, нету возможности его возить. Но тогда давайте это выносить на общее обсуждение и принимать решение какое-то, а не сидеть и думать, что с этим дальше делать. В ходе рейда рабочая группа проинспектировала и детскую площадку в районе дома номер 13 по улице Меншикова. Она была передана МБУ «Чистый город» в январе этого года. Невооруженным глазом видно, что работы по уборке снега на этой территории не проводились давно. Александр Лидер поручил директору предприятия привести площадку в порядок в течение двух дней. Далее отправляемся на улицу Южная, чтобы посмотреть, как здесь осуществляется уборка территорий. «Коммунальная машина МКДУ появляется здесь практически ежедневно. Здесь требуется работа еще автогрейдером. Автогрейдер у нас здесь появиться в ближайшее время не может, так как у нас тот объем работы, который присутствует на сегодняшний день, не позволяет здесь в ближайшее время появиться, потому что 70 автомобильных дорог, на каждой требуется работа автогрейдера». Отсутствие коммунальной техники – не единственная проблема, которая отрицательно сказывается на качестве уборки дворовых территорий от снега. Нередко этому препятствуют и сами жители многоквартирных домов, которые игнорируют объявления управляющей компании о предстоящей уборке снега с придомовых территорий. «Сталкивались управляющие компании с такой картиной, когда обращение управляющей компании убрать машины, реакция со стороны жителей негативная. То есть игнорируют, да, игнорируют, и приходится управляющим компаниям применять ручную уборку, что для жителей, точнее, для самой управляющей компании не совсем удобно». В завершение рейда руководитель окружного профильного департамента отметил, что в целом автомобильные дороги и дворовые территории убираются, но есть к чему стремиться, и работа в этом направлении должна быть продолжена. «Основная проблема сегодня, которую я для себя понял, это отсутствие взаимодействия между управляющими компаниями и чистым городом. То есть территория в рамках поручения Александра Витальевича, вся территория была поделена, и сейчас нам нужно сверить, все-таки еще раз сверить все списки, чтобы у нас ни одной незакрепленной территории на территории города не осталось в принципе. Тогда будет понятно, с кого спрашивать, как спрашивать, и взаимодействие муниципального контроля и жилищной инспекции должно быть усилено. Мы вот по результатам сегодняшней поездки такие поручения дадим, и надеемся, что мы сейчас в ближайшее время поправим, еще улучшим, так скажем, нашу работу, потому что, в принципе, после такого мощного снегопада территория находится в удовлетворительном состоянии, ну, в рамках тех территорий, которые мы сегодня проехали». Участники рейда дали ясно понять, качество уборки автомобильных дорог и междворовых территорий от снега взято на особый контроль. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». С 1 марта рейсы «Северная транспортная компания» будут выполняться на час раньше. Как сообщили в муниципальном предприятии Заполярного района «Северная транспортная компания», в эти дни рейсы выполняются на судне на воздушной подушке «Полярник» по двум направлениям – село Великовисочное и поселок Нельминос. С пятницы оба судна будут выходить в 8 утра. Об этом пассажиров предупредили представители предприятия. В прошлом году компания перевезла более 9 тысяч пассажиров, треть из которых проехали бесплатно. Это связано с тем, что предприятие получало лицензию на новые направления и брать плату за проезд не могло. Также больше половины от общего числа перевезенных пассажиров смогли приобрести билеты за полцены. Это льготники – студенты до 23 лет, пенсионеры и дети от 5 до 18 лет. Билеты со скидкой можно было приобрести только в кассе или непосредственно на судне. Льготные тарифы субсидируются за счет средств окружного бюджета. В 2018 году на выплату субсидий для частичной компенсации недополученных доходов «Северной транспортной компании» было направлено порядка 25 миллионов рублей. Дети оленеводов, которые едут на учебу, смогут бесплатно сопровождать родителей. Соответствующие поправки, внесенные в окружной закон об образовании, готовятся принять в парламентарии региона. Речь идет о школьниках, которые проживают в семьях, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов, а также о тех детях, которые проживают в сельских населенных пунктах, в которых нет школ. В прошлом году почти 700 детей были отправлены на учебу и обратно школьными вертолетами. Более 150 родителей и других близких родственников-школьников были вынуждены сопровождать их за счет собственных средств. Ежегодно администрация округа выделяет порядка 25 миллионов рублей на организацию полетов, обучающихся к местам проживания и обратно. С учетом изменений, в 2019 году на доставку детей в школы и обратно в село дополнительно может потребоваться более 8 миллионов рублей. Более тысячи ребят в возрасте от 14 до 18 лет готовы трудоустроиться в этом году летом. Из них 316 в сельской местности. Таковы данные опросы, проведенного Центром занятости населения НАУ в образовательных организациях региона. Сейчас ведется разъяснительная работа с подростками и потенциальными работодателями. Одна организация уже приняла несовершеннолетних на временную работу. Остальные традиционно будут трудоустраивать их в период летних каникул. В рамках оказания государственной услуги Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Центр занятости компенсирует работодателю 70% от минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. Также компенсации предусмотрены за неиспользованный отпуск при увольнении и оплату работодателями страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на одного работника. В случае, если работодатель берет на работу 10 и более подростков, организациям предусмотрен аванс до 95% от всей суммы компенсации. Сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских зон – зон безопасности. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В 1972 году она получила статус межправительственной. В настоящий момент в нее входит более 70 государств, в том числе и Россия. В Ниницком округе знаменательный день отметили сотрудники МЧС. И, как обычно, не в кругу семьи, а на службе в условиях полной боевой готовности. Правда, гостей в праздник собралось много. С подробностями Любовь Пермякова. В роли спасателей – студенты Ниницкого аграрно-экономического техникума. Ребята обучаются по специальности «Пожарная безопасность». Сегодня они участвуют во Всероссийской олимпиаде профмастерства. Испытания проходят в первой пожарной части. Например, одно из них – в условиях задымленности помещения, преодолеть препятствия и найти пострадавшего. – Что ты чувствуешь вообще испытал? – Ну, непередаваемое. Потому что, во-первых, ничего не видно. Стараются, конечно, приблизить к этому, к более реалистичному месту. Но все-таки это не то. Но было очень тяжело, сложно. – Не передумал идти на пожарника? – Конечно же нет. – Почему выбралось? – Не знаю. У меня два брата пожарных. И мне саму как-то это более интересно стало, поэтому решил учиться. Среди практических заданий Олимпиады – надеть боевку правильно и при этом уложиться в норматив. А также боевое развертывание пожарных рукавов. – Внимание! Меня интересует результат, а не скорость. Боевое развертывание – это кульминационное задание. Здесь отрабатываются различные элементы – прокладки рукавной линии, установки лафетного ствола, который способен подавать 20 литров воды в секунду. Действовать ребятам надо быстро и слаженно, при этом не допускать ошибок. – Мне нужно было подать воду к месту очагу. Очаг был, жилое здание горело из окна. – Как справились задания? – Ну, отлично. – Волнуешься? – Нет. Уже не раз это делали и спокойно к этому относимся. – А почему выбрал эту профессию? – Да, нравится. Мне как-то с детства приелось и хочется именно пожарным быть. – Я смотрю, вы все время обсуждаете с ребятами. Такая сплоченная уже команда, да? – Ну да, мы не раз вместе тренировались и хочется же выиграть. Все это время за ребятами внимательно следят не только сотрудники МЧС, но и преподаватели техникума. И заметно волнуются. – Волнуются. Все, но вроде хорошо. Очень трудные испытания. Прямо все подготовлено. Максимально приближено к реальным условиям. Поэтому мы за них тоже переживаем. Но надеемся, что они подготовились у нас хорошо. Студенты и преподаватели техникума сегодня не единственные гости. Сотрудников МЧС в праздничный день посетили ученики городских школ и воспитанники детских садов. – В нашем округе в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны проходится комплекс различных мероприятий. Это и открытые уроки, которые в учебных заведениях у нас проходят с тематикой по гражданской обороне. Это, соответственно, и дни открытых дверей на базе подразделений пожарно-спасательных, которые диссоцируются на территорию округа. Также, соответственно, на базе первой пожарно-спасательной части проводится всех праздником. Здоровья, удачи, всего самого доброго и, конечно же, чистого неба над головой. Любовь Термякова, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...